Валерия Камбарова Эл Ригби – это псевдоним, под которым пишет молодой автор Екатерина Звонцова. Первый роман Эл Ригби «Завтра нас похоронят» вышел в 2015 году и участвовал в конкурсе редакции издательства «Мейнстрим» лучшей молодежной бестселлер, став одним из победителей. Пропавший смотрел с городских стен и молча о чем-то спрашивал, а может просил. Королевский живописец подчеркнул его длинные темные локоны, резкие скулы и упрямый подбородок, а для глаз использовал яркую синюю краску. Рисуя он очень спешил. Вышло неаккуратно, но все равно пропавшего невозможно было не узнать, ведь вряд ли кому-то не встречались раньше его портреты. Этот, последний, а может и посмертный, размножили на большом числе листов, чем уходило обычно на утренние новости. К рассвету портрет расклеили по всему Ганасу и округе, и сонная столица заволновалась, заметалась, как в лихорадке, а новостей в тот день не напечатали вообще. Пропавший и был главной и единственной важной новостью. Хотя, я думаю, головоломки с перепутанными словами и сплетнями о дворах за море в разы интереснее. Даже объявления о пропаже гусей, чьих-то союзах, размолках и смертях интереснее, но в тот день все это забыли. Вы видели, вы знаете, две тысячи варов за улицу, по которой он прошел, любой благородный титул за место, где он прячется, корабль за имя того, с кем его видели в последний раз, рука принцессы за его спасенную жизнь. Король и советники, и стража все тогда много обещали. Любое обещание, будь оно выполнено, перевернуло бы чью-то судьбу, но их не выполнили. Потому что бумажки с аляпистым портретом и красивыми цифрами не помогли. Хотя их становилось все больше и больше, а обещания краше и краше. Я знаю это точно. Откуда? Может быть потому, что в тот день ходил по улицам и срывал один портрет за другим, понимая, что не сорву все, но все-таки постараюсь. Может быть потому, что еще три или четыре полукруга от большого прилива до большого отлива все говорили только о случившемся с бедным мальчиком. Одна история была страшнее другой, но я часто собирал их все. Как иные собирают редкие морские раковины или насаживают на иголки бабочек, чтобы украсить мертвыми крыльями мертвые стены. А может быть потому, что, чье имя и прозвище вскоре перестали произносить, заменив на безликое грустное слово пропавший, это я. И сегодня я возвращаюсь домой. Не спящий. Да, верный меч тоже лежал здесь. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Это книга о выборе, о решениях и о последствиях. О том, что, если отвернуться от близких, придумав для них место, можно обнаружить на их месте чужаков. О том, что каждый растет из прошлого и не всегда из своего собственного. А еще эта книга о том, как легко ошибиться и как сложно свои ошибки хотя бы признать. Во время чтения книги мне хотелось бросить все и отбыть куда-нибудь к дальним берегам, на край света, не иначе. Не просто уплыть, мелькнуть полоской на горизонте, да так, чтобы капризные волны стучали о борта брига и норовили вскочить на палубу. Звучно скрипели канаты, непоседливый ветер застревал в парусах, а руки удерживали крепкое колесо штурвала. С детства я люблю истории, в которых море шумит, накатывает податливой волной. Если прикрыть глаза, ей-богу, можно расслышать крики чаек и почувствовать дуновение соленого бриза. «Капитан Два лица» — именно такая история. Помимо прочего, герои этой замечательной сказки далеко не носители предопределенной жанром роли. Они умеют ценить настоящее, но не забывают о прошлом. Они ищут свой путь, подчас нетребиально, чем вызывают противоречивые чувства у читателя. Очень понравилась книга. В первую очередь нужно воспринимать эту историю как сказку, красивую приключенческую сказку. Понравился интересный, вроде бы маленький, но настолько большой и продуманный мир. Разные народы и существа, обычаи и боги. География, история, религия рассказано будет обо всем, включая древние предания и мифологию. Интересный и необычный мир, в котором так много морей. Неудивительно, что именно морская тематика и пиратская романтика значит здесь так много. Чтение этой книги определенно скрасит вечер. Всем мертвецам Аль-Раилы смыкали веки, когда приходил их последний сон. Всем, кроме королей. Они не смели спать, им предстояло бдеть, охраняя покой своего народа. Так поступили и с королем Талом. Сколько бы страданий он не перенес при жизни, он обязан был выполнять свой долг. Смотреть сквозь кристальную толщу на тех, кто оставался жить. Так же, как и все, кто правил до него и сейчас лежал рядом, в ряду таких же соляных гробниц Аль-Раилы, сонных пещер. Все эти мертвецы глядели остановившимся глазами, одинаково синими, как ночная вода. Видели ли они что-то, жалели кого-то, тосковали по живым голосам и живым ошибкам. Пальцы, унизанные множеством колец, с ласковой осторожностью провели по соляной толще. Синие глаза, такие же синие, как у неспящего с той стороны, медленно скользнули по мечу, от сияющего лезвия к рукояти, а оттуда к запрокинутому лицу. «Если бы я знал, что опоздаю, если бы я знал». Голос был тихим, в звучании слышались чуть уловимый акцент, слишком размытые окончания большинства слов, свойственные жителям заморских станищ. И голос едва уловимо дрожал. Дуан, он обернулся. Гибкая тень стояла на входе и крепко сжимала в руке длинную, такую же гибкую, как она сама, плеть фенингу. «Они уже узнали, Дуан. Они идут сюда. Сколько?» Он потянулся к застежкам своего камзола с рассеченными на манер птичьего хвоста полами. «Мало, пять швы в лучшем случае. Они минуют перевал». Дуан криво усмехнулся, стаскивая одеяние с плеч и небрежно бросая девушке. Она поймала и перекинула через плечо. Уважительно кивнув, он принялся за перетягивающий поясницу ремень, на котором обиженно загремели самые разные предметы. Ключи, легкие жестяные флаконы, тканевые мешочки с порошками и кинжалы. Подумав, он оставил один нож, один мешочек и один флакон. Рассовал по карманам штанов, которые едва прикрывали колени и подошли бы скорее подростку. Остальное со звоном полетело за одеждой следом и тоже было легко, даже виртуозно поймано. «Пять швы, куча времени для пирата», – сообщил он, оправляя белую, не застегнутую, сильно сжавшую в плечах рубашку. «Я что-то забыл, Дарина», – прозвенел короткий звук, похожий на свист, затем щелчок. Дуан ощутил движение воздуха где-то возле уха, а в следующее мгновение на его голове не было привычной темной шляпы с прикрепленным сзади алым хвостом. Шляпа оказалась в черных почти как уголь руках. «Это!» «Спасибо!» Теперь он повернулся всем корпусом, чтобы посмотреть на нее в последний раз. «Что бы я без тебя делал?» Дарина опустила блеснувшие в темноте золотые глаза и поправила волосы. «Может, ты передумаешь, Дуан, это риск. Занять место того, кто назначил за твою голову семь тысяч варов награды. Это долг», – возразил он. «И я его отплачу так, как смогу. Надеюсь, мне не понадобится слишком много времени. Благо, это будет проще, чем кажется. Дуан, а если она?» Приглаживая волосы, он бодро подмигнул. «Ты же знаешь, я не сдаюсь, а еще не проигрываю. Проигрывают обычно мне». Вдалеке что-то громыхнуло, потом затрубило. Двое знали этот звук, но даже не вздрогнули. «Уходи и не забудь». Вспомнив еще кое-что, он принялся снимать кольца и одно за другим всыпать в оставленный мешочек. Небрежно, как срываемые с кустарника крупные орехи. Для команды я отправляюсь на совет гильдии соколов, чтобы мы, наконец, стали не просто пиратами, а личными пиратами доблестной монархии Тиван. С пактом на разбой и без страха быть вздернутыми, как сухопутное варье. Она вздохнула, переступив с ноги на ногу. «Что потом? Ты же не добудешь эту бумагу, Дуан, а они будут надеяться». Он пожарил плечами и заключительная деталь. Вынул из ушей тонкие серьги, кинул в тот же мешочек и перебросил своей помощнице. «Она опять поймала. Стоило ли ожидать другого?» «Может быть, я добуду что-то, что понравится им не меньше, и тебе, и Багерону. Ладно, хватит. Присматривай за ними всеми». Он помедлил, подумал и все же прибавил. За некоторыми особенно. И, пожалуйста, не попадитесь. Только не сейчас. «Эл Ригби» отличает любовь к экспериментам и сумрачность сюжетов. Всего из-под ее пера вышло семь романов и все разных жанров. Это и любовная история, и антиутопия, и фантастика, и даже магический реализм. Любимая книга «Эл Ригби» — это сказка о Питере Пенни, писателе Джеймса Барри. И отголоски этой истории проходят через все ее работы, включая «Капитан Два лица». «Капитан Два лица» — это приключенческая история. Главный герой — Ино, рожден принцем, но пират по духу. Его отец — король, ненавидит всех пиратов, устраивает на них охоту и возит сына с собой на каждую казнь. Долгие годы этого ужасающего зрелища делают свое дело. И в 15 лет Ино сбегает, чтобы стать пиратом. Но спустя десятилетия король умирает, и страну охватывают бунты. Ино приходится вернуться во дворец. По возвращении открываются старые тайны и жестокие предательства. Разобраться со всем этим юному пирату удается не сразу, а также понять, в чем его истинное предназначение и где его место в этой жизни. А окунуться в мир пиратских приключений можно, прочитав книгу. Вы найдете ее в Центре чтения Творца книги. А вы читали о Лыгбе? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин